В Киеве Это не первое политическое убийство, но мы на Украине имеем дело с целой серией таких убийств. Вот здесь Ирина Хакамадов задавала вопрос по поводу расследования убийства Немцова, что я считаю абсолютно позором для нашей стороны. И правоохранительные органы должны сделать всё для того, чтобы изобличить преступников. Как мы знаем, исполнители арестованы. Вот на Украине, которая претендует на то, чтобы быть демократическим государством и стремиться в демократическую Европу, ничего подобного не происходит. Где убийцы вот этих людей? Их просто нет. Ни исполнителей, ни заказчиков. И это предпочитают не замечать ни в Европе, ни в Северной Америке. Олесь Бузина – украинский оппозиционный журналист, писатель и телеведущий. Он выступал за федерализацию Украины, равноправный статус русского и украинского языков и был против так называемых оранжевых революций. Это было стихотворение, которое я написал сразу после Майдана. За что стояли на Майдане? За что людскую кровь лили? За то, чтобы цены повышали и снова плакали хохли? За то, чтобы Крым снова стал московским? И чтобы донбасским стал Донбас? За то, чтобы долю Украины решал в Европе пи***с? Бузина получил широкую известность в 2000 году после выхода эпатажной книги в Урдалак Тарас Шевченко. Прокуратура Украины признала это произведение книгой, разжигающей межнациональную вражду. Прокуратура Украины Прокуратура Украина